Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня с вами в Харькове, но только на другой стороне города, в северной части, мы с вами заехали со стороны Белгорода. Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня мы в Харькове и находимся на площади Конституции. Эта площадь много раз переименовалась. Первоначальная площадь Павловская, затем Кевелева, затем Советской Украины, а теперь площадь Конституции. В 1814 году Харьковское дворянство решает построить в городе дом для проведения собраний. Это здание было построено в 1820 году на Николаевской площади архитектором Евгением Васильевым с авторстием Слобачевским. Васильев Евгений Алексеевич в 1779 году родился в Санкт-Петербурге, а с 1833 года жил в Харькове. Обучался он в Петербургском училище под руководством Кваренги и студии Порта. С 1803 года он адъюнт Харьковского императорского университета, а с 1817 года эстрадинарный профессор, архитектор Харьковского университета, автор проекта, руководитель строительства многих зданий. Вот таким первое здание дома дворянских собраний. В этом же, в 1820 году, город посетил царь Александр I, и харьковские дворяне устроили в новом здании бал в честь приезда царя. Раз в три года в здании собиралось несколько сотен харьковских дворян, и проводились выборы в дворянское собрание. А 13 марта 1893 года в здании дворянского собрания в Харькове состоялось выступление известного композитора Российской империи, а затем композитора всемирно известного Петра Ильича Чайковского. В 1914 году, началом Первой мировой войны, дом дворянского собрания был превращен в лазарет. А в декабре 1917 года в здании состоялся первый всеукраинский съезд советов. В период гражданской войны, когда с июня по октябрь 1919 года в Харьков была установлена белая власть, в здании дворянского собрания был размещен штаб-квартира, командующая добровольческой армией генерал-лейтенанта Маймаевского. В 1922-1924 годах здание дворянское собрание было реконструировано и расширено за счет создания вот на этом месте соседних корпусов гостиниц по проектору Ленецкого. Оно приобрало вид дворца в стиле русского классицизма, шестиколонным портиком ионического ордера и куполом на крыше. Ленецкий Александр Васильевич родился в Одессе в 1884 году, а в Харькове он в 1953 году. Начал работать как техник, практик. В 1922 году получил звание архитектора в Харьковском художественном институте, а с 1939 года – профессор. Вот так выглядело на этом месте новое здание. С 1922 по 1934 год в здании дворянское собрание разместился всеукраинский центральный исполнительный комитет, высший законодательный орган Украинской Советской Социалистической Республики, предшественник Верховного Совета УССР. Здесь проходили съезды и конференции коммунистической партии Большевиков Украины, Ленинского коммунистического союза молодежи Украины и сессии. Площадь вокруг здания на эти годы стала главной площадью Украинской Республики. В 1935 году после перевода столицы в Киев и переезда правительства здание было передано Первому СССР дворцу пионеров. А накануне нового 1936 года вот на этом месте перед этим зданием было заложено Первой Украинской Советской Социалистической Республики новогодняя елка для детей. На следующем слайде вы видите с левой стороны здания дворянское собрание. По площади имени Тевелева три воина-освободителя запечатлены протранспарантом. На конторам интересная надпись «Пусть живет боевой союз СССР, Англии и США». Уже после освобождения Харьков фашцисты бомбили город. И здание дворянское собрание больше не стало существовать. Сейчас на его месте располагается пешеходная часть площади Конституции. Входами в метро «Советская». Сейчас ее перевновали станции метро «Площадь Конституции». И с другой стороны метро «Исторический музей». Вот чуть дальше, чем стояло здание дворянского собрания, сейчас находится исторический музей. С той стороны старое здание, а здесь достроено новое. Дальше стоит здание, которое и стояло в прошлые годы. Так называемое здание с термометром. Очень много поколений назначалось здесь свидание у термометра. И всем было понятно, где это было. Дальше стоит здание. Раньше здесь был ресторан. Потом некоторое время выставка. Один меценат проводил. А сейчас тоже здание общественного питания. Кузатая хата называется. Здесь же находится великолепное здание, построено архитектором Бикетовым, вы же знаете. Оно было как банк. Сейчас Харьковский транспортный автодорожный техникум или колледж. Вот красивое здание. Советский период. Это был дом ученых. Здесь в том числе мне приходилось многократно выступать, докладывать, принимать активное участие в других научных конференциях. Прекрасное здание. Что сейчас, я знаю, несколько лет назад здесь все сдавалось в аренду. Прекрасное здание детского кукольного театра. В Кримские годы, даже будучи уже взрослым, мы с удовольствием ходили на взрослые кукольные спектакли, не говоря уже про детские. Дальше стоит банк с тех времен. И здание, когда до войны здесь находилась гостиница метрополь, но оно было разрушено, на месте было построено. А вот между этими зданиями стояла церковь Павловская. Это в следующем видео я вам обязательно расскажу. И вот мы видим с вами угол этого здания. Если посмотреть на втором слайде, мы увидим угол этого здания. Вот так от нас уходит безвозвратно дом дворянского собрания. К сожалению, это здание больше не восстановлено. Спасибо, друзья. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok